Во дворе растаял лёд. Каждый здесь теперь мусор найдёт. А ещё и нечистоты, растекающиеся по улице в разных направлениях. Запах, как говорится, не передать словами. Его, разумеется, не видно, но он есть. Жители во всех бедах винят свою управляющую компанию. Как оказалось, ещё и не одну. Ну вот наша проблема вообще по всему посёлку, что у нас не убирается посёлок Орешка уже несколько лет. Абсолютно ничего не делается, ничего не убирается. У нас сначала была управляющая компания Талон-С. Люди платили туда, платили, это всё бесполезно, всё. Они дают распечатку, чтобы только чисто идёт содержание жилья. Содержание жилья довели до такой степени, что всё рушится, всё. Ладно, они теперь не открывают двери, они не дают никакие распечатки Талон-С. А теперь нас взял Реал. Ну как взял? Нас отдали как будто в наглу, как они нам сказали, что вас нам в нагрузку дали. Потому что нас никто брать не хочет уже после того, как нас довели до такого состояния. Я вот я плачу за кварплату. У меня нет долгов, нету ни в эталоне долгов. Хотя они нам тоже так же ничего не делали, как этот Реал. Я согласна платить любые суммы. Но хотя бы обратите на нас внимание, сделайте что-то для вида хотя бы, что вот для начала для нас. Уберите вот эти помойки, которые мы страдаем, жители дома 11. Которая вот эта вся, вот эта параша течёт к нам в подъезд. А потом это идёт к нам в квартиры. Если как бы не хотелось, но окунуться в проблему с головой, то дома тут, по словам жителей, находятся в аварийном состоянии. Бросив даже мимолетный взгляд на эти строения, вряд ли возьмёшься их мнение оспаривать. Что касается ситуации с управляющими компаниями, то у них своя правда. Представители Реала уверяют, что они ни при чём взяли участок в таком состоянии после эталона С. Управляющая компания проведёт собрание жителей Мицеллины в апреле. Будут вместе искать выход из сложившейся ситуации. Дмитрий Гомбоев и Алексей Жилин. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok